Всем привет! Это снова я, Ами, и в этот раз у меня в гостях Валерия, арт-директор Age of Magic. Лера, привет! Добрый день! Привет, привет! Меня зовут Валерия Гитман, я арт-директор проекта Age of Magic и работаю в игровой индустрии уже 8 лет. Пробовала себя в роли как художника, так и арт-менеджера, пробовала себя различные роли и сейчас являюсь арт-директором проекта. Очень круто! Лера, расскажи вообще, что такое работа художников на проекте Age of Magic? Наша, на самом деле, небольшая команда создает весь контент для игры, от иконок до катсцен, ну и, конечно же, героев. Расскажи, сколько человек в твоей команде и кто чем занимается? Ну, на данный момент у нас в команде 5 художников, которые занимаются только 2D-контентом, есть два 3D-моделлера и два аниматора. Также в нашей команде художник по спецэффектам и звукорежиссер. Вместе со мной получается 12 человек, плюс мы сотрудничаем с фрилансерами и аутсорс-компанией. Ну, получается, такая уже внушительная команда, Лера. Ну, она из самых крупных команд, но по индустрии довольно небольшая для того огромного объема, который нам приходится делать каждый месяц. Очень интересно. Лера, расскажи, пожалуйста, как выбирался стиль игры? Игра достаточно красивая, очень особенная, я думаю, что это многим будет интересно. Наша команда очень любит жанр фэнтези. Это большой плюс, что это популярный жанр. И, в принципе, выбор пал именно на этот сеттинг, в совокупности этих двух факторов. Также в нашей компании родилась история создать суровый фэнтези-мир, разбитый на осколки катаклизмом, и показать, как этот мир развивается дальше, и как каждая из фракций преодолел эту катастрофу, и двигать историю дальше. И для реализации этой истории был выбран стиль на стыке казуальной графики и дарк-фэнтези. Это позволило нам создать живой мир, наполненный самыми разными животными, существами, от детей леса до демонов. Кстати, вот о существах и о героях. Расскажи, сколько занимает создание одного героя, и какие этапы проходят один герой от начала до конца, до релиза? Все начинается с описания героя. Роративный геймдизайнер придумывает биографию и встраивает ее в историю мира. Отсюда вырастают основы и ключевые особенности героя. Ведь для нас, как создателей каждого героя, важно множество деталей и совокупность. Например, откуда герой, какой он добрый слой, какая у него история, класс, вид деятельности, любая мелочь и деталь. Важно понять вначале, кто это суровый мак-отступник, убивающий всех направо и налево, или хранитель рощи, который живет у себя в милом домике. Возможно, домик на этом грибочек. То есть, да, игра контрастна. Затем рождается сам концепт героя. И уже далее он превращается в 3D-модель, которую потом анимируют. И на всех этапах мы очень близко взаимодействуем в нашей команде, чтобы принести характер, биографию героя. И мы добиваемся того, чтобы при одном взгляде на персонажа можно было понять его историю. После анимации мы накидываем на него спецэффекты, а затем рисуем сопутствующие материалы довольно много – это и портреты, и иконки, и те же шарды с аватарками. И попутно наш звукорежиссер оживляет персонажа, добавляя ему звуки. Но стоит не забывать, что работа над персонажем – это не только арт-продакшн. Во-первых, как я уже сказала, все начинается с нарративного геймдизайнера, потом подключается в целом геймдизайнер, который встраивает персонажа в баланс, прописывает ему логику, его способности. Также это программирование персонажа, написание текстов, локализация. И в среднем весь этот процесс занимает у нас около 3,5 месяцев. Около 3,5 месяцев только на создание одного персонажа? Да. Все этапы от начала до конца. Это невероятно, учитывая то, сколько у нас персонажей. И это очень круто. Я думаю, что это прям невероятно интересная информация для наших игроков. Кстати, вот мы с тобой о персонажах заговорили. И мне прям стало очень интересно узнать, а кто твой любимый персонаж в игре и почему? Ну, Лаки, конечно же, вне конкуренции. Ну, лично у меня на первом месте персонаж это Шаразар наш, темный ассасин. Мне нравится его образ, трагичная история. И я считаю, что вместе с жрецом крови в компаниях они составляют просто бомбический дуэт. Я каждый раз смотрю катсены и прям радуюсь у них в братухе. Да, мне, кстати, тоже очень нравится Шаразар, но, наверное, Лаки я люблю больше, она такая милашка. Я ее обожаю, но вот как с первого дня и до сих пор она моя самая любимая. У нее анимация очень-очень няшная и милая. Она классная. Ну, в последнее время ее в нашем личном топе Трики подвинула, потому что Шаразар, он такая милашка получилась. Да, кстати, постоянно спрашивают, Трики это вообще кто это? Это Заяц или Трики это барашек? У него просто рога и игроки все время недоумевают, кто же Трики? А это персонаж-загадка. Ну, то есть мы специально его создавали, чтобы каждый мог его ассоциировать с кем-то. То есть это даже круто, что для кого-то он олень, для кого-то он зайчик, потому что это собирательный образ духа леса. То есть это такая зверушка, которая защищает свою рощу и она должна быть универсальной. Хороший, хороший ответ. И действительно, да, Трики он такой, он очень необычный и универсальный. Кстати, вот еще один вопрос, откуда приходит вдохновение, чтобы создавать такие образы, чтобы создавать таких героев? Ну, я считаю, что художник должен быть всегда в инфополе, то есть смотреть фильмы, сериалы, играть в разные игры. То есть я там могу зарубиться и в какую-нибудь хоррор-игру и при этом в матч-3 на мобилке. Также я читаю комиксы, мангу, наблюдаю над тем, что делают другие художники или кинорежиссеры. Ну, в целом творческие люди и черпаю вдохновение, энергию в их работах. Ну, в душе я исследователь, мне всегда нравится изучать там легенды, биографии. Стоит почитать только мифы различных стран, там такого можно найти, что фантазия заработает. Ну, и для себя я придерживаюсь принципа, процитирую Чайковского, который садился и работал, и вдохновение приходило в средственной работе. То есть я такой дисциплинарный художник. Аппетит приходит во время еды. То есть есть задача, если нет вдохновения, можно сесть, поресерчить, посмотреть там галереи. И обычно, ну, всегда, я думаю, вдохновение приходит. Да, я с тобой согласна. И хотела бы также узнать, какая игра или художник тебя восхищает в плане графики? Кто твои вдохновители? У меня огромный список. Помню, моя увлеченность вообще компьютерными играми началась с серии Final Fantasy на втором PlayStation. И все, и понеслась, что называется. Сейчас я хотела бы отметить проект Leash of Legends и сайт проекта Riot. У ребят очень классные иллюстрации и видеоролики, они умеют работать с контентом. Нравится дизайн героев Overwatch. Также отмечу графику из последних. Мне очень понравилось в играх Transistor и Hades, Bioshock и Dishonored. Я была, конечно же, не в конкуренции. И ролики истории для World of Warcraft. Ну и в моем сердечке всегда игры, серии игр Ori. Там просто памятническая графика. И сейчас, на самом деле, жду выхода игры Resident Evil Village. Она очень атмосферная. И мне бы, собственно, захотелось бы в нее поиграть. И, конечно, эта женщина классная. Куда же без нее? Слежу за творчеством художников различных. Могу назвать из любимых Макс Грека, Туфу, Мария Полякова. Нравится работа Игоря Сидова, Василия Зорина. Ну, многих других. Ну и в том же числе наших художников, нашей команды. Ребята меня прям очень сильно вдохновляют и заряжают. Действительно огромный список, Лер. Я половину имен не знаю. Но я по-ресерчу после нашей с тобой встречи. Очень интересно посмотреть. Это, правда, очень интересно. И я согласна. Действительно, для любой специальности, для любой профессии очень важно быть все время в этом инфоповоде. Очень важно быть в контексте. Это очень круто, что вы постоянно смотрите работы других художников и ищете вдохновение. Я бы также хотела узнать у тебя, а что вообще сложное в этой работе и с какими сложностями ты сталкиваешься непосредственно на проекте Age of Magic? Самая такая острая, на самом деле, сложность для нашей команды это соблюдать тайминги, ритмы. Потому что, ну, наша игра, она релизная. Каждый месяц мы должны поставлять большой объем арта. И при этом мы стремимся к тому, чтобы наш арт был хорошего качества, если не сказать так филигранно. То есть мы все такая команда перфекционистов. И поэтому часто приходится останавливать ребят, придумывать какие-то вещи для оптимизации процесса, где-то говорить, ну, да, немножко надо наделать, но время поджимает. Давай ему там накинем цвет, сделаем поярче и там зарелизим. И вот этот вот баланс между качеством и скоростью, который приходится постоянно соблюдать, он так давлеет от нашей команды и, ну, никуда от этого не уйти. Это все-таки продакшн. А по сложности именно какого-то контента в игре может для многих покажется удивительным, но я выделила бы иконки способностей, потому что они очень сложные из-за того, что в маленькой иллюстрации нужно показать максимальное количество информации. То есть нужно отразить и на что работает эффект, как бы для чего он, что он делает. При этом у тебя негде разгуляться, у тебя там маленькая иконочка, и не все художники с этим справляются, чтобы изобразить в маленькой форме много больше информации. И вообще эта задача, она такая вызовала вашу команду. Кто бы мог подумать, что самые, казалось бы, самые простые и даже, может быть, невзрачные вещи в игре являются самыми сложными для художников. Это вот эти самые иконки. Это очень интересно. Расскажи еще, какие сложности возникают во взаимодействии с другими командами? Ты упомянула, да, что этот баланс между качеством и временем. А возникают ли какие-то еще сложности, когда ты взаимодействуешь с другими, с дизайнерами, с программистами? Говорите ли вы на одном языке или иногда очень сложно транслировать свою точку зрения? Ой, это был бы идеальный мир, если бы мы говорили на одном языке. Боже, это было бы замечательно. Ну, в целом, у нас замечательная команда, которая умеет слушать и договариваться, и мы часто даже уступаем друг другу некоторых вопросах. И это результат большой работы, и эта работа проходит и сейчас. То есть это процесс, над которым мы постоянно работаем и выделяем коммуникацию как отдельную работу. Потому что мы не всегда понимаем, как работают программисты. То есть для нас код – это какая-то магия. Что-то нажали – оно заработало. И обычно это звучит как, типа, у меня лапки, я все сломал по магии. Эту фразу я слышала. И у художника, я так вижу, я не понимаю. А программисты, наоборот, они бедные не понимают, как мы их не понимаем. Это же просто, там, нажал кнопку, написал код. И при этом они тоже задают вопросы, там, а как вы рисуете? А сколько времени это уходит? И вот эти вот тоже опять иконки. А вы что, рисуете их не два часа? То есть это часто бывает. Ну и здесь важно помнить, что мы занимаемся одним делом, у нас одна цель. И мы в целом не страшные драконы в пещерах. И с нами можно поговорить, пообщаться, прийти к какому-то консенсу, найти какое-то решение. И мы этим прекрасно занимаемся. Да. Правда, видно по результатам работы, действительно, арт – это что-то самое выдающееся в нашей игре, как мне кажется, опять-таки. Это мое мнение. Арт у нас потрясающий. Графика очень красочная, красивая. Игроки всегда это отмечают. Вопрос вот об этой коммуникации. У вас проходят вот внутри команды какие-то брейнштормы, такие командные собрания, когда вы ищете идеи, что-то очень активно, бурно обсуждаете? Если да, то как они проходят? Расскажи немного об этом. Ну, у нас каждый день есть такой своеобразный обзор. Мы его называем стендап, но по факту это как в художественной сфере может быть обзор работ, где мы скидываем, что мы делаем. И так как у нас прозрачный процесс и команда вообще открыта, и мы приветствуем конструктивный фидбэк от каждого человека, и каждый может сказать, что не нравится. Потому что часто бывает, что глаз замыливается, и ты можешь некоторые детали выпустить. Ну а наша цель, как мы уже говорим, сделать классный арт. Поэтому мы обсуждаем, смотрим работы, ищем варианты улучшить. Различные брейнштормы у нас возникают стихи. То есть, как правило, регламента четкого нет, но понятно, что к нам приходит какая-то фича. Мы обсуждаем ее с продукт-оувером этой фичи, выделяем там цели, ключевые моменты, делаем свое предложение, как лучше ее превратить именно в художественный язык арта. И по героям также появляется нарративное описание персонажа. Обязательно с концептором встречаемся, обсуждаем. Потому что уникальные вещи, как показывает практика, рождаются именно в процессе обсуждения. И в целом, так называемый брейншторм может возникнуть у нас на пустом месте. Ну, например, там произошел затык у художника, не знает, куда двигаться дальше. Кидает клич, штормим, ищем выходы, помогаем, задача закрывается. Кстати, вот о таких сложных моментах. А когда, как понять вообще, когда нужно остановиться, отложить какой-то образ или какую-то работу, передохнуть и потом взглянуть на нее уже незамыленным взглядом? Когда это происходит? Оно еще происходит? Должно происходить, должно быть кричевое слово, как ожидание реальности. Вообще всегда нужна лапка котика, которая так ляжет тебе на ручку и скажет, хватит, особенно с героями. То есть, как я уже говорила, тут важна обратная связь, чтобы получить этот фидбэк со стороны. Вообще, как ты понимаешь героя? И действительно ли ты смог отразить те вещи, те детали, которые хотел? То есть, читаются ли они? Или ты видишь только их, как создатель героя? Так же, в какой-то момент образ складывается, иногда бывает это прям даже по щелчку. То есть, у нас обычно либо сразу герой получается, либо он проходит мучительные этапы рождения, поиска и наконец-то рождается. Среднего не дано. А есть ли какой-то рецепт, что-то такое, что должно быть учтено при создании любого образа? Извини, что перебила, просто сразу возник вопрос. Да, важно. Вот как раз та возможность ситуации отойти, посмотреть, оценить его и убрать деталь, которая не работает на образ. То есть, если ты смотришь на персонажа и ты понимаешь, что ничего удалить из него нельзя, например, удалить какую-нибудь цепочку или меч, и ты понимаешь, что нет, потому что она работает на образ, то персонаж сложился. Интересно, это очень интересно. Расскажи немного про этапы продумывания вот этих вот новых героев, новых образов, может быть, новых скинов. И если есть возможность, даже было бы круто нам что-нибудь показать из драфтов и вообще, как вы это делаете, как вы выбираете, есть тысяча вариантов, вы выбираете один или изначально есть несколько вариантов. Как этот процесс устроен? С удовольствием расскажу и покажу. Во-первых, чтобы упростить себе работу, мы делим в целом на категории. То есть, по факту, фракции для нас это категория поменяющих героев. А сеты скинов, то есть, те же скины у нас поменяются в сеты. Таким способом мы объединяем персонажей под одной тематикой. Это может быть различным, если брать скины. То есть, это может быть цвета, как золотого скина, или тематика весенний и зимний. Если брать персонажей, то это целая фракция, которая должна отличаться от остальных, что, в принципе, понятно. И при этом здесь важна еще история фракции. Если брать отступников, то они, например, связаны с рыцарями Совета, при этом являются антиподами и темными мрачными персонажами и магами. И это та часть, которая их объединяет. Если по сюжету требуется, что кто-то из них, например, я не знаю, рыбу говорю, шпион, который выглядит как рыцарь Совета, то мы такого, конечно же, нарисуем. Но при этом будет прикольно дать ему какие-нибудь деталики, которые бы указывали на то, что это все-таки отступник. Может, какой-то элемент или татуировку. И, в принципе, даже вот сейчас мы уже штормим по поводу этого персонажа. Примерно так у нас это и происходит в команде. В серии так, о, давайте, да, давайте он там будет с каким-то мечом, да, давайте у него будет выглядывать татуировка из-под мантии, давайте дадим ему какую-то пасхалку. И таким образом у нас и рождаются герои. Все не случайно, нужно следить за деталями. А если брать, например, из персонажей Ефен Хуана, которым мы работали, это же изначально мифологический персонаж, то есть павлин. И мы думали, как встроить этот образ человека. Ну, самое банальное – это сделать крылья или хвост. Но обычно первая идея, которая приходит в голову, она чаще была банальной, и мы отказываемся от нее. И дальше, когда уже в концепте начал развивать эту тему, появилась идея сделать крылья рукава, сделать ей такую одежду, при этом оставить ей вот этот хвостик пушистый. И дальше, как называется, понеслась. А давайте у нее будет лотос в голове. А давайте лотос будет не только в голове, но и на руке. Давайте больше лотоса. А давайте она будет еще бирюзовая. А к бирюзовому очень сильно идет розовый цвет. И все накручивается, накручивается, накручивается. И в итоге позволяет нам сделать оригинального героя. Да, и кстати, ведь попала в точку, она очень хорошо вписалась вот в эти китайские традиции, в китайскую мифологию, и получилась очень красивым таким традиционным персонажем. И тут и лотосы, и все эти цвета, они оказались в тему. Они оказались... И так, на самом деле, можно разобрать каждого персонажа. У меня по девушкам сегодня. Если взять Наю, это такая королева снежная, зачарованная, покрытенная волшебница, летающая. И у нас тоже с ней получилась интересная история, как ее выделить, как сделать ее особенной. А давайте она у нас будет летать. А давайте. А еще вот у нее мечи. А давайте они тоже будут летать. И все будет летать. Никогда не бывает много. Понеслось. Это все очень интересно. Лера, большое спасибо. Ты поделилась потрясающе интересными историями. И мы немножко как бы прикоснулись, да, к процессу создания графики на Age of Magic, этих потрясающих образов. И спасибо вам, ребят, за то, что смотрели нас. Ставьте лайки и пишите комментарии. Мы постараемся сделать новые интересные видео для вас. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok